Тем временем МВФ не намерены давать очередной займ Украине. До тех пор, пока она не проведет реформы, которые в первую очередь коснутся обычных граждан. Итогом может стать существенный рост коммунальных тарифов. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что МВФ не намерен давать деньги Украине. Такое решение он обосновал тем, что Международный валютный фонд напуган работой не только на Украине, но и в других странах, которым раньше выдавалось несколько траншей. Для них были разблокированы внешние рынки заимствования капитала. Затем они отказались от сотрудничества с фондом. По словам Олега Устенко, многие из стран-должников МВФ отказываются реализовать реформы, как только заходит о них речь. В число таких стран входит и Украина. Такое наблюдалось в ходе двух предыдущих программ МВФ для Украины. Также эксперт привел данные прогнозов аналитиков. На 2015 год МВФ сможет выделить Украине только 17,5 миллиардов долларов из 20 необходимых. Украинским властям ничего не остается, кроме как продолжить проведение реформ, которые в первую очередь затронут обычных граждан, ростом коммунальных тарифов и существенным изменением пенсионной системы. Редактор субтитров А.Семкин